Слава Господу! Сегодня братья меня встречали в Арбатуе, я сказал, одного вам не достает. Того, который всегда нас встречает. Мы благословляем Диму, очень любим его. Здесь действительно есть любовь Божия среди вас. Вы любите тоже пастора своего. И мы ощущаем эту теплоту. Слава нашему Господу, потому что всегда мы живы. И наше тело, оно принадлежит не нам, оно принадлежит нашему Господу. Я хочу поделиться о том, что мы проходим сейчас. Это у нас идет обучение боевым искусствам, духа. Да? Вы слышали об этом, да? Что мы не хотим быть в стройбате. Мы не хотим быть просто в простых войсках. Мы хотим быть в спецвойсках. Аминь. Вообще всегда, я думаю, что любого такого человека, у кого есть амбиции, интересует что-то специфическое. Ему хочется иметь больше, чем среднестатистическому человеку. И воину тоже хочется быть хорошим воином. Не хорошим артиллеристом. Хорошим там, каким-нибудь автомехаником. А хочется быть специалистом высокого профиля. Правда? И поэтому нам нужны боевые искусства духа. Вот. И у нас было уже, сколько мы насчитали там? 19. 19, да. 19 приемов ближнего рукопашного боя. Но не только ближнего и дальнего тоже. Потому что некоторые вещи, они являются и дальними тоже. Например, последний был прием у нас – это ломать неправильный порядок. И ты приезжаешь в другую страну, и это не ближний бой. И ты ломаешь неправильный порядок в духе. Когда у нас была встреча на партнерстве по достижению шаманинских народностей, Господь использовал это качество – ломать неправильный порядок – в том ракурсе, когда Господь нам открыл путь, как переименовывать народы, которые были прокляты неправильными именами. И мы говорили о том, что некоторые народы, их около 47 в России, малочисленных народов. Я не беру другие народы. Именно те малочисленные народы, которые, как в Америке есть индейцы, также у нас есть малочисленные шаманистские народности. И некоторые из них были названы так, как проклятие. Например, мы узнали, что некоторые из них в эрциклопедиях называют геляки. Но мы почувствовали, что в духе, что это обзывательство. И когда мы говорили с некоторыми представителями народности, они сознались нам, что это ругательство, как русские обозвали эти народы геляками. И мы решили никогда не употреблять это слово по отношению к ним. И некоторые народы тоже были просто провозглашены, когда исследователи находили некоторые ключевые слова у этих народов. Они узнавали, как на языке называется «человек». И они просто звали на этом языке «человек». Но мне кажется, это очень серьезное оскорбление. А кто же как человек? Конечно, человек. Хотя бы добрый прибавили. Но они просто называли «человек» на этом языке. И таким образом, ну, как бы, что не животное, а человек. И это проклятие. И когда мы стали молиться за Россию, мы почувствовали, что Бог ведет нас в искоренение этих проклятий малосчастных народностей России. Потому что они являются коренными жителями России. И вы знаете, сегодня мы говорим о России, как о большой территории, там, Сибири и Севера, и Крайнего Севера и так далее. И мы говорим, что коренные жители России – это русские. Но это неправда. И эти народности являются коренными жителями нашей территории огромной – России. И мы не можем их просто списать со счетов и сказать, что Россия принадлежит русским. Нет. Эти народы были рождены там, в этих лесах, в прибрежных районах морей. И они испокон веков живут там раньше, чем туда пришли русские. Это их земля. И их право на эти законы, которые они имеют в отношении со своей природой. Потому что природа их кормила. Дары Божии их кормили. И когда кто-то пришел с винтовками, с порохом, там, со сковородами, с кастрюлями, и стал говорить, как им надо жить и так далее, то перед Богом это не впечатляет. Вот. Если мы нарушили закон Божий в отношении народности, поработили их, нам сегодня нужно это признать и так далее. Сегодня мы говорим об этом приеме, что это не ближний бой, это дальний бой. И поэтому такие вещи, они уходят в пророческое служение. Это очень серьезное служение, которое изменяет, на самом деле, атмосферу. И не только атмосферу, но изменяет наше будущее. Наше будущее с вами. Однажды Давид сказал, что он увидел, что нет на земле несколько лет дождя. И он исследовал. Они пророчески нашли причину. Бог сказал. Слышите? Не было дождя, был голод. И Бог сказал. Это за то, что вы пролили кровь гавайнитян. И ты хоть лопни, хоть ты там замолись, хоть какого-то там дьявола связывай. Не работает. Потому что Бог высвободил проклятие из-за нарушения клятвы. И тогда Давиду нужно было принести в жертву то, что сказали гавайнитяне, несколько человек. Они сделали это, и Бог отпустил проклятие, и пошло благословение. Значит, это было изменение всей ситуации через развязывание узлов. И именно пророческое служение спасло нацию. Пророческое служение. Потому что им нужно было прямое, чистое откровение Духа Святого. И сегодня я верю, что очень большая нужда есть в пророках. Именно восхождение пророков, которые поднимутся сегодня, чтобы исцелить наше общество. К нам недавно приезжал друг Давид, и вы слышали эту историю, как он говорил, что к нему позвонили с Пентагона и сказали, что нам делать, чтобы спасти Америку. Это серьезный вопрос. Это, конечно, можно посмеяться, порадоваться. С Пентагона типа звонили. Но это на самом деле серьезный вопрос. Эти люди, которые являются патриотами своей страны, они понимают, что многие средства не работают. Им нужны пророки и апостолы, которые скажут ответ от Бога. И нам надо молиться за правителей, чтобы такие люди, как Навуходоносор, Дарий, Кир, чтобы они обращались к Божьим людям и спрашивали, что нам делать, чтобы наша страна наконец зацвела, чтобы она стала процветать. Потому что организованная религия, не будем называть имена, она не дает им ответ. Она является служанкой на побегушках у этих господ, которые покупают ей храмы и все такое. Она не может быть пророкским голосом для них. Представьте, Навуходоносор приходит тайновецам, гадателям, ворожеям, сновидцам, задает им вопрос, что мне делать с моим сном. И они не могут ему ответить. Они не знают, что ему отвечать. Потому что они живут на дотациях, они получают деньги от этого императора и делают все то, что он хочет. Они пляшут перед ним так, как он хочет. Как они могут быть пророками для него? И сегодня Бог хочет, чтобы поднялись Ильи, которые могут сказать, «Ты тот, кто смущаешь Израиля». Потому что так говорит Господь, перед которым я стою. И сегодня церковь должна иметь таких людей, которые стоят в проломе. Эти пророки и апостолы, которые встанут и назовут все своими именами, у которых есть связь с Богом, которые слышат голос Божий, как он звучит на самом деле. И сегодня есть огромная нужда в государствах, особенно в сильных империях, которые нуждаются в этих пророческих голосах. Поэтому я думаю, что этот вопрос с Пентагона, который сержал Давид, я вам сказал, что нам делать с нашей страной? Я вам сказал, на колени. Созовите во всех ваших советах высшего уровня молящихся людей, вставайте на колени и взывайте к Богу, чтобы Бог вам дал мудрости, как поступать в той или другой сфере. Взывайте к Богу. Они говорят, мы знали, что ты так нам скажешь. И это хорошо, когда эти люди знают, что церковь по-другому и говорить не будет. Слава нашему Господу! Поэтому мы говорим сегодня не только об искусствах ближнего боя, это не только какая-то там книжка, просто какие-то интересы, это серьезные вещи. И сегодня мы нуждаемся, крайне нуждаемся в восхождении таких служений, которые будут приносить мысли Бога. Которые будут знать мысли Бога. Которые будут знать слова Бога. Вот на сегодняшний день, на сегодняшнюю ситуацию. Аминь. И церковь, вы здесь, в Москве, мы во всяком месте, в братстве, мы должны стоять в проломе, мы должны ходить с Духи Святом, чтобы культивировать, чтобы иметь это живое чрево, рождать Слово Божие. Чтобы в нас была настоящая способность рождать свежее, живое Божие Слово. Мы должны иметь то чрево, в котором эти люди восходят, в которых есть живое Слово. Чтобы это была здоровая мама, которая всегда беременная, которая всегда рождает эти драгоценные сосуды. Слава нашему Господу. Где есть питание хорошее, благословение Божие. Аминь. Аминь. Сегодня я хочу поговорить еще об одной вещи. Это элементарные вещи, ничего нового. Все это Библия, но мы рассматриваем с ракурса духовной войны. И это молитва Духом на языках. Скажите, молитва Духом. Молитва Духом. Скажите, понизив свой голос агрессивно, молитва Духом. Молитва Духом. Вау, 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 вот так лучше. И апостол Пеал говорит, 14 глава, несколько стихов. «Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу». Смотрите. Мы иногда молимся и говорим так красиво во время микрофона. Богу. И мы говорим людям. Вы слышали такие молитвы? Я слышал. Часто слышал. «Господи! Аллилуйя!» И начинается молитва людям. Слышали такое, да? Может, попадали сами в такое? Молишься для людей. Но когда ты молишься на ином языке, ты говоришь не людям, а Богу. И написано, «Тот говорит не людям, а Богу», потому что никто не понимает его. Он тайно говорит Духом. «Я хочу Богу говорить тайны». Я хочу тайны говорить Богу Духом. И когда я молюсь на ином языке, я говорю тайны Духом. Я хочу Богу говорить тайны. И поэтому, кто пренебрегает молитвой Духом, он пренебрегает тайнами, с которыми он не делится с Богом. Он не делится с Богом тайнами. Какими же тайнами мы можем делиться, когда мы говорим Духом? На незнакомом языке. На ином языке. Во-первых, тайны своего Духа. То, что мы даже сами о себе не знаем. Человек не знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем. Петр не знал себя. Мы вчера размышляли, что все, что он мог делать, это только кичиться, бить себя в грудь, что он не отречется. Он себя не знал. Он правду говорил. Он действительно думал, что он никогда не отречется. Он действительно верил, что он полностью предастся Христу, что он никогда его не предаст. Но его хватило только на одно ухо. Весь пар вышел из него, когда он отрубил ухо. Все. Потом служанка его переломила, и он отрекался, что никогда не знал этого человека. Почему это произошло? Потому что он не знал самого себя. Человек не знает себя. Когда мы говорим на языках, мы говорим тайны о себе. Мы говорим о своих мотивах, мы говорим о своих слабостях, мы говорим, раскрываем свой дух. Это как рентген. Поэтому, когда мы молимся Богу на языках, мы тайны о себе говорим духом. И это хорошо, потому что мы открываемся пред Богом. так же мы, когда мы имеем помазание пророческое, и кто восходит уже и выходит за пределы самого себя, он может говорить тайны духом уже не только о себе, а так же о духовном мире. Дьявол не понимает, о чем идет речь. Люди не понимают, о чем идет речь. Ты не понимаешь, о чем идет речь, потому что тебе тоже доверять нельзя. Но Бог понимает, о чем идет речь. Когда ангелы пришли на землю Лотову, когда он был садом Игамори, то тогда они пришли посмотреть, точно ли это так, как земля вопиет о злодеяниях этого города. Они пришли, чтобы посмотреть и сообщить Богу, соответствует ли вопль земли действительности. И когда мы здесь, на вражьей территории, начинаем молиться в духе, мы тайны открываем Богу о ситуациях, которые происходят вокруг нас. И мы не знаем, но наш дух вечный, он посылает сообщения. Поэтому нам надо молиться на языках, осознавая, что мы молимся тайнами. Потому что я вам зачитываю Божье Слово, открытое, что когда, как здесь написано, кто говорит на незнакомом языке? Да. Он тайны говорит духом. Также он назидает себя. Когда я молюсь на незнакомом языке, я назидаю себя. Ох, я уже не могу. Мне уже хочется скорее, скорее молиться на незнакомом. Я сейчас дотерплю, и мы с вами помолимся. Сделаем паузу, и будем молиться. Будем молиться агрессивно. Аллилуйя! Аллилуйя! Ибо когда я молюсь на незнакомом языке, то хотя дух мой и молится, но умы остаются без плода. Что же делать? Значит, молится мой дух. Слышите? Скажите, молится мой дух. Слушайте, дух мой молится. У меня есть дух. И когда я молюсь на незнакомом языке, мой дух молится. Ох, как я хочу, чтобы мой дух молился. Мой дух молится, когда я молюсь на незнакомом языке. Потому что не всегда дух молится. Например, мы сейчас будем молиться в наседании, и ты можешь красиво молиться, ну, просто, даже на латыни. Зайду. Это не значит, что у тебя дух молился. Ты сейчас можешь 20 минут красиво нам промолить что-нибудь, но это не значит, что дух молился. Но когда мы исполняемся духом, молимся на незнакомом языке, написано, мы назидаем себя. Ум остается без плода, но мы назидаем себя. И наш дух молится. Я хочу, чтобы мой дух молился. Поэтому у нас сегодня искусство о духе. И написано, что же делать? Стану молиться духом, стану молиться и умом. Буду петь духом, буду петь и умом. Поэтому Господь сегодня желает, чтобы мы молились духом. И есть тоже в Саи написано, что я буду кричать, как рождающий. Иногда бывает, что духовная молитва должна быть агрессивная. Мы можем прорваться. Я помню, как мы беседовали с братом Иваном, который уже в вечности, который здесь стояли, в этом советском апокалипсисе. Здесь, когда сам Андропов допрашивал его, как он рассказал, я сам слышал эту историю от него, как он был у него в кабинете. И он говорит, как он вставал ночью на молитву, где-то где в сарае, и просто уходил на молитве духом в небеса, исчезал. Входил в выступление на несколько часов, и просто когда возвращался в тело, то уже было около 5-6 утра, когда на несколько часов он уходил и воевал в духе, и там воинствовал с силами зла, возвращался в тело, и потом там час спал и шел на работу. Потому что нужно было биться и воевать с силами зла. И Исаии говорит, я буду кричать, как рождающие. Есть агрессивная молитва духом, есть духовная рода. Некоторые христиане, многие христиане, я даже бы сказал, с ожелением, что большинство христиан не знает на самом деле, что такое духовные роды. Но есть молитва духовных родов, когда что-то рождается из молитвы духом. Когда приходят эти роды, и Павел говорит, я в муках рождения, доколе не изобразится вас, Христос. Это не просто те муки рождения, что он сидел в вузах, и так далее. Это также о духовных родах. И на самом деле, я хочу вас вдохновить, чтобы вы могли переживать эти духовные муки рождения. Когда дух входит в такие сферы, когда даже языки становятся неактуальными. И он говорит, что воздыхания неизреченные, когда начинаются воздыхания. Такие воздыхания переживали святые. Час Финеи рассказывали, Весли. Они, Брейнард, они молились так, что уходили. Однажды один из свидетелей, рассказывает, один из пастырей, который молился с Эваном Робертсом. И он сказал, если бы не его имя, если бы я не уважал его как человека, который делает это пробуждение, я бы соблазнился. Эван Робертс молился так, что у меня было только одно желание. Скорей выбежать из этой комнаты, чтобы не смотреть на это представление. Так больно было смотреть, и так неудобно разумительно было смотреть, как молился Эван Робертс. потому что он молился очень агрессивно. Он молился так, что невозможно было душевному человеку вынести это. Говорит, единственное, почему я не убегал, не убежал из этой комнаты, стоял рядом с ним, это мое уважение к его имени. Это невозможно душевному человеку принять. Вот что такое духовная молитва. Вот что такое молитва на языках. Что такое духовная молитва в духе рождения. Вы понимаете, а я спрошу тебя, а как ты молишься? Есть ли в твоей молитве эти муки? Есть ли в твоей молитве это напряжение духа? Роды. Рождать народы. Поэтому, эй, церковь, я был на служениях, крещеных духом святым, где я не понимал, крещены ли они духом святым или нет. Проехав по Европе, во многих церквях, я видел, что они стесняются молиться духом, а некоторые уже не могут молиться. Я спросил, вообще это крещены, крещены духом или нет? Да, это крещены духом. Говорит, брат, прости, но у нас почти все такие церкви. Мы перестали молиться на иных языках. Люди укашенные, дух спящий. И так не должно быть. Церковь Божия должна взрываться молитвой духи. Мы сейчас будем с вами молиться духом. Я сегодня призываю вас, с этого начинается пятидесяческое движение, с молитвы духом. Если мы оставили это и ищем чем-то другом, нам надо вернуться к этому. Человек в любом случае, если он занимается спортом, он должен быть спортивным. В любом случае, человек духовный, он должен иметь сильную молитву в духе. Ты можешь быть пророком, или очень ловящим сны, или чужие мысли. У тебя может быть тончайшее слово знания, но ты не можешь не молиться духом. Вот здесь, да? Ты можешь исцелять, но ты не можешь не молиться духом. Ты должен иметь сильную духовную молитву. Давайте встанем, будем молиться. Эта тема вообще нам нуждается в более глубоком погружении. Есть молитва на языках, в которой можно молиться разными языками. И надо расширять свою способность. Я помню, как сестра Таня у нас, бабушка, она пришла к ней, одна сестра, и она молилась, и у нее такие были красивые, иные языки. И она что-то взгрустнула, сестра Таня, и сказала, ну-ка, какие у нее такие красивые языки, а у меня такие примитивные. Когда та ушла, она, дух сошел на нее, она стала танцевать, и такими же языками молиться, как та молилась. Продолжена какая-то активация, и мы можем молиться разными языками. Я помню, перед тем, как мы поехали в Испанию служить, и перед тем, как началось там служение наше в Испании, у меня был целый период, когда я молился на чистейших испанских языках. Я удивлялся, я стихотворение читал на испанских, как будто, мне кажется, что-то типа из Сервантеса. Что-то такое вообще невероятный, такой диалект был испанский, и я просто наслаждался, думаю, какая красота. Все в рифму, прям, знаете, таким каким-то стилем, витиеватым, каким-то древним. Я просто читал, не просто там какой-то примитивный ямбхарей, а что-то вот витиеватое такое, целыми строками на испанском, на чистейшем. Я думаю, вау, какая красота. Я наслаждался, читал, читал, и у меня был целый период времени, когда я молился на испанском языке. И потом я уже вспомнил, когда мы туда попали, и когда там начали служение, я вспомнил о том, что это было сначала, предваряло молитву на испанском языке. И мы можем менять иные наречия, мы должны упражняться в этом, мы должны расширять свой диапазон. Это не значит молиться в силе, это значит молиться в красоте. И псалмы некоторые есть сильные, где прорыв придет прорыв. Например, мы читаем 90-й псалом, и он не то, что красивый, он прорывной, мы провозглашаем прорывы. А есть псалмы красивые, которые витиеваты, они как песнь о царе, как язык скорописца, трость скорописца. Также в молитвы на языках мы можем наслаждаться красотой в молитвы на языках, мы можем наслаждаться силой. И там уже не в диалектах речь, а в продвижении царства, когда мы просто рычим, мы прорываемся. Есть разная скорость в молитвах на языках, знаете, есть разные сверла. Вот, и можно тонким сверлом просверлить то, что невозможно просверлить, широким и толстым. И нам нужно использовать наши буры в духе на языках и прорубать, просекать, как молния или как молот. И мы можем рубить, рубить молитвы на языках. Вы понимаете, я чувствую очень сильную такую божественную агрессию нападать на вас с этой темой молитвы на языках. И вы должны в ответ мне вторить, понимаете. Я должен бить кулаком, и вы должны нести свой железный кулак навстречу моему кулаку. И мы должны врезать кулаки, и должна идти молния в Москве. Должно все здесь просто потрясаться. Вот, как мы должны реагировать на молитву о языках. Шакара! Вы здесь сегодня? Вы освобождайте этот дух, потому что дух молитвы – это дух силы. И я помню, это бабушки эти все, они все были очень сильные в духе. Я помню, к Тане пришел, она на коленях подошла и стала махать кулаком. И я думал, что происходит? Ты меня не любишь. Она любила, поэтому так и делала. Говорит, я выбью из тебя эту грусть, эту печаль. Ты почему печальна? Я говорю, я не знаю. Прекращай! И молитва на языках, в духе, она вышибет из тебя эту депрессию. Вот эту вот премудрость, вот эту глубину. Вы понимаете, нам не надо быть глубокими, нам надо быть простыми, нам надо быть радостными, опасными. Аминь. И это делает молитва на языках. Вы здесь? В духе святом. И молитесь, научитесь молиться агрессивно. На разных языках. Украшайте свою молитву наречиями. Я помню, мы тоже молились, молились около трех часов, и потом бамс, у всех пошли китайские. И мы стали тяум-пиум-пиум-тиум и скакать, и прыгать на кухне. И просто скакали, и Господь закричал, пророк закричал, дети мои, Китай пробудился. И увидело трещину в стене, и мы сделали какую-то трещину, потому что кричали на китайских языках. Вы понимаете, украшайте, раздвигайте, расширяйте свои пределы, и прорвайтесь также вперед с этим долотом Божиим. прорываться, роды, вопли, воздыхание в Духе Святом. Понимаете, раздвигайте молитву на языках. Потому что придет время, когда вы можете ее вообще потерять. И просто та-та-та, ту-ту-ту, так-так, так-так, тук-тук, и все. Это просто, ну, и это не есть красота Господа. Бог благослови нас Аллилуйя Хорошо Мы приняли, да? Хорошо Потому что этому городу Не нужна еще одна проповедь Им нужен прорыв Здесь не нужна еще какая-нибудь Премудрая мысль Теологического склада Им нужен прорыв Аллилуйя Еще одна вещь Это чтение Божьего Слова вслух Иисус Лавин 1, 8-9 Да не отходится я книга закона от уст твоих Но поучайся в ней день и ночь Дабы в точности Исполнять все, что в ней написано Тогда ты будешь Успешен в путях твоих И будешь поступать благоразумно Вот я повелеваю тебе, будь тверд и мужествен Не страшись, не ужасайся Ибо с тобой, Господь, Бог твой везде, куда не пойдешь Слушайте Не отходится я книга закона от уст твоих Скажите, от уст моих Но поучайся в день и ночь Значит, вслух поучайся Дабы в точности исполнять все, что в ней написано То есть читай сам себе Я другими словами перефразирую Читай сам себе вслух Читай вслух, чтобы тебе в точности поучаться И когда мы провозглашаем Слово Божие Несколько вещей происходит Во-первых, слышим мы сами Не просто умом глазами Но мы слышим также через уши Когда мы читаем про себя Мы видим глазами и принимаем умом Слово входит через одну дверь Глаза и оседает в уме Когда мы читаем слух Мы делаем несколько вещей Мы слышим также через уши И это уже слово, которое оседает в других хранилищах Потому что он приходит через другие двери И также мы его высвобождаем Мы не только принимаем это слово Мы его сразу высвобождаем То есть оно идет в две стороны Когда мы читаем про себя Мы только принимаем Когда мы читаем слух Мы его и отдаем Вот почему двойная сила есть в этом Вы здесь сегодня? Двойная сила Потому что мы читаем глазами Принимаем и говорим его В духовный мир Его слышит Бог Его слышат люди Его слышим мы Его слышат бесы И поэтому читайте вслух Божье Слово Это двойная сила И я читаю Божье Слово вслух Я могу читать что-то про себя Но когда я вижу, что оно пророческое Я хочу провозгласить эти вещи Я понимаю, что это иногда неудобно Что иногда неохота Что иногда это не вовремя Что в этом ты не чувствуешь мурашек Но я знаю, что я верой хожу А не чувствами Я знаю, что это Слово я буду читать вслух Иисус Царь Нам нужно читать Божье Слово Слушайте, это не какие-то технологии человека Так говорит Господь И так сказал Господь Да не отходит эта книга от уст твоих Это было Богослово Это Бог сказал рабу своему Иисусу Навину Это сам Бог провозгласил И Он мне сегодня говорит Иисуса Навина уже нет, но Божье Слово есть Это значит, что сегодня Бог говорит мне Да не отходит эта книга, Библия От уст твоих, но поучайся в ней день и ночь Я раньше выборочно что-то читал Сейчас я понимаю, что все Божье Слово Оно да и аминь Все Божьи обетования, а не благие Это благословенное Божье Слово Я беру любое место Писания Даже самое неприятное для меня Вот горе городу крови Я беру это Я не город крови Я Божий помазанник, благословенный во веки веков Я Божий Сын Мне не страшно читать это вслух Потому что это Божье Слово Господь любит меня Он принимает славу Божью от меня Он принимает любовь Мою любовь, я принимаю Его любовь Поэтому мне не страшно читать Божье Слово Я не буду вырвочное, выборочное читать Но я беру обетования Которые должны прийти в этот мир И я приглашаю их Слава Господу Это очень сильная вещь Если мы возьмем это Это то же самое, что меч Которым ты хвалишься, что он у тебя из дома Но он не покидает своих ножен Ты показываешь мне меч Какие здесь красивые ножны Ты показываешь инкрустированные ножны с камнями С какими-то витиеватыми узорами Но ты можешь вытащить этот меч И ты можешь запустить его в дело Вот что такое слово высвобожденное Это слово в деле Вы понимаете, когда мы читаем Божье Слово Мы выпускаем этот меч Мы выпускаем разящие стрелы Поэтому провозглашаете слово Возьмите вот что сделаете Каждый год начните читать Божье Слово слух Иногда можно на коленях Ты можешь вставать на колени и провозглашать слово У тебя не хватает присутствия Твоя молитвенная жизнь засохла Если твоя молитвенная жизнь тебе не доставляет радости и интереса Начни читать Божье Слово вслух Ты будешь слышать его Это чистая проповедь Это чистое слово Оно как жидкое золото Как золото, смешанное с огнем Это чистая лава с небес Это слово, которое вышло из уст Господа Нет ничего слаще, чем это слово И когда ты провозглашаешь это слово через себя Ты очищаешься Ты начинаешь воинствовать Ты наполняешь свою комнату Божьим присутствием Потому что в твоей комнате звучит слово через тебя Начни читать Божье Слово Потому что Бог повелевает Да не отходится, как книга закона, от уст твоих Даже шепотом, пока спят жена и дети Но это вслух Но это устами, а не глазами От уст твоих Пусть там они спят А ты шепчи Ты провозглашай Гуди Гуди это слово Шепчи его Наполни, очищай свои уста Научись говорить, как Слово Божие А не как этот мир И когда мы пропускаем Божье Слово через себя Мы приучаем своего человека Говорить, как Божье Слово Мы становимся Богоподобными Потому что мы становимся Его трубой Мы становимся Его шафаром Аллилуйя! Иисус Царь Это боевое искусство Это серьезно Очень просто все Но очень серьезно Очень просто, но это работает Аллилуйя! Слава! Я помню при обращении Когда у меня было все в бесах Там эти пентаграммы на стенах Попросил своего художника нарисовать там картинку Он нарисовал мне черта На двери Я его в круг закрыл Чтобы он не выходил ко мне ночью Все было в пентаграммах Все в бесах Все в демонах В одном окне, который я сам изобрел Эту пентаграмму Был демон С сияющими бриллиантовыми зубами И когда я уходил в эти трипы И возвращался Он сиял в своей короне постоянно Я не знаю до сих пор Кто это был Был ли это ангел Бога Настолько он был великолепен Или это был сам Люцифер Я не знаю Я только знаю, что это было окно И вдруг попала ко мне Библия туда И я стал читать Как только я стал читать Божье Слово В слух в своей квартире Просто нафаршированный наркотиками В табачном дыму В этом черном халате В котором была пентаграмма С волосами по локоть Просто все было в черноте Лампы у меня были покрашены в красный цвет Черные ткани висели на люстрах Это была просто адская Просто паутина Я помню, пришла туда Библия И Библия сделала свою работу Я подумал Я буду читать ее вслух И когда я стал читать ее вслух Стало звенеть Я помню, читал про Иоанна Крестителя Как ему отрыгали голову Иисус пошел молиться И я стал его понимать И я стал читать вслух Как Иисус стал двигаться по долинам Как Он ходил, стал по городам И я читал, я удивлялся Как все стены звенели просто И я понял, что здесь что-то сейчас происходит Я был очень сильно мистически чувствительным в то время И стало происходить то, что Слово Божие стало наполнять Это логово И оно стало вытеснять тьму Ко мне приходили друзья Они, по-моему, приходили слушать Про Иисус, тогда должен был быть концерт Ночью по телевизору Они пришли Я думаю, что делать? С одной стороны, мне попала Библия Меня тянет к ней Но я чувствую, что меня кто-то не дает ее читать Я думаю, буду вот что делать Они включили телевизор, устроились Закурили Закинулись И все Я думаю, я буду читать вслух Божье Слово Я открыл Библию и стал читать ее вслух Они говорят, Роман, ты что? Ты что делаешь? Я говорю, просто слушайте И просто читал и читал Я просто стал крутить, воротить Они стали уходить и потихонечку утекли из моего логова И когда они ушли, я закрыл за ними дверь И стал еще громче читать Божье Слово Я не знал, что мне делать Как мне благовествовать, что с ними делать Я только знал, что Слово Божие должно победить И просто читал и читал Когда я не знал, что мне делать Я читал Слово Жил за одним человеком Он стал грешить Брат Он стал ослабевать Я не стал понимать Он жил в грехе И он жил у меня Я не знал, что мне делать Выгнать его, вроде как, не по-христиански Наставлять его, не знаю, что Я буду просто читать Божье Слово Он приходил, ложился Я садился рядом с ним Открывал Библию И читал Божье Слово вслух Его ломало, ломало, ломало Он тоже не вынес Тоже его вынесло Читайте Божье Слово вслух И потом меня положили в больницу Потому что была травма очень сильная После сразу водного крещения Меня сразу же с потерей крови Положили в больницу И мужики там сидят У меня такая благодать После операции Слезы текут Обо всем хочется плакать И мужики матерятся Что делать, что делать Я не знаю, что делать Наставников нет Никто не наставляет Буду читать Божье Слово вслух Тихо, молчите все Будем слушать Божье Слово И я просто читал его вслух Они то отворачивались к стене То еще что-нибудь Но там не пролезет ничего Надо слушать Божье Слово вслух Понимаете, это работает Читайте Божье Слово вслух Это потрясающая работа Это наполняющий океан Он заполняет этот мир И когда мы читаем Божье Слово вслух Мы наполняем мир Божьей славой Поэтому надо высвобождать Не читайте глазками Читайте ртом Не читайте через эти ворота Высвобождайте через эти И поэтому Иисус придет И чем Он убьет Антихриста? Мечом, исходящим из уст Он убьет мечом Божье Слово убьет Словом Иисус Сам Божье Слово И Он убьет Словом И мы сегодня должны стать Божьим Словом Мы должны стать исполнением Божьего Слова Поэтому провозглашайте Слово Шепчите Его Пропивайте Его Просто Его пойте Просто пойте Божье Слово Вот возьмите и пойте Со слухами или без слуха Шепотом или громко С гор кричите Или в своей Или в туалете Неважно Лютер говорил Но я с ним не согласен Он говорит Я сейчас Вот все, что я делал Дьявол Он дьяволом разговаривал Все, что я делал Это было для Бога А теперь я в туалет иду Для тебя И когда он заходил в туалет Говорит Теперь я для тебя пришел И закрывался там И в общем Справлял свои нужды Типа для дьявола Я считаю, что в туалете Тоже можно петь И цитировать Божье Слово Я не хочу вообще с дьяволом Не иметь ничего общего Все, что естественно То не безобразно Все нормально Везде В любом месте Если у тебя нет Больше тайной комнаты С хорошим креслом И с чашкой кофе Кроме туалета Это нормально Это пройдет Лишь бы там звучало Божье Слово Аминь Поэтому пусть Бог Благословит нас Аминь Аллилуйя Во время духовного давления Очень полезно Читать Божье Слово Вы знаете Люди, которые умирают На Одре Они просят читать Божье Слово Я слышал О нескольких людях Которые Умирали В жестоких болях Они просили Всегда читать Божье Слово И те люди Которые были сиделки Или близкие люди Они просто говорят Читай мне Псалмы Я буду спать Или бодрствовать Буду стонать Не обращай на это внимания Я просто хочу Переходить Слышать Божье Слово Вы знаете Как это сильно Человек При последнем вздыхании Он хочет Слышать Божье Слово Почему бы нам Не начать сейчас Его так любить Чтобы оно всегда Становилось нам родным Просто слушайте его Едешь ты в машине Зачем тебе слушать Эту дребедень По радио Включи Божье Слово И его повторяй Когда говори Идут Псалмы Просто за этим Вторь Может быть Ты не успел Там с утра Хорошо дочитаться Наесться хорошо У тебя может быть Запрак в машине Закачайся Библию Включи Божье Слово Поставь Псалмы Или Откровение И повторяй На такт позже Божье Слово В слух Не просто слушай И рули А говори его Прямо за диктором Который говорит Наполни свою машину Божьим присутствием Через твои уста Вы знаете Радио Сомнительно Чтобы оно наполнило Божье присутствие Но когда ты говоришь Сосуд Господа В оригинале Не по телевизору Не в клипе В оригинале Это работает Скажите оригинал Да Это точно Большая разница Большая разница Клип или живой человек Большая разница Включить Аудио Библию Чтобы ждать Когда присутствием Наполнится комната И когда ты начнешь Сам говорить В оригинале Большая разница Поэтому пусть Бог Благословит нас И во время духовного давления Когда ты чувствуешь давление У тебя нету сил Может быть Высвободить что-то еще больше Ты просто можешь читать Божье слово вслух Просто садишься И ты читаешь Наушники И ты идешь Слушаешь его И провозглашаешь По улицам идешь Бежишь Бежишь Бежишься 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 И когда ты просто Ааааа Спать И просто храп Просто встаешь Из бездны Восставше из бездны Утром Очень плохо Плохое настроение И не выспался Сегодня еще день поста И тебе на работу Холодно И ты уходишь Как зомби Или ты выходишь Из дивного путешествия Потому что ты был с Господом, и твой дух наслаждался этим танцем в духе, любви. Ты был в песне песней, или ты был в Исаии, или ты был с ангелами в Боге. Твой дух воинствовал и работал, как рыцарь, где-нибудь в Северной Корее. Ты наслаждался тем, что твоя жизнь была концентрирована в десятки раз сильнее, чем ты ходил в теле в этот день. И это потрясающе. Когда я ложусь спать, я ожидаю путешествия. Я не всегда могу помнить, что я делал ночью. Но иногда я ночью изгоняю бесов. Иногда я ночью путешествую в другую страну. Иногда ночью я могу встречаться с ангелами. Иногда Господь что-то делает такое тайное, что я не могу понять до конца, но я принимаю это. Иногда Господь употребляет меня в духовной брани и войне. А часто Господь меня предупреждает о том, что меня ожидает, или открывает о том или о другом человеке, о братьях и о сестрах, свои тайны. Но каждый раз это путешествие, потому что я ожидаю, что я не буду спать. Я ухожу в тайну. Мы прощаемся с реальностью. Щелк, и я пошел. В свое место, там, где Господь ждет меня. Он меня принимает, и мы с Ним движемся дальше. Иисус Господь. Ох, скорее бы, скорее бы, уже началось. Серьезно, я очень люблю ночь. У некоторых из нас годами нет снов. Они могут быть, но мы не психологи, не психиатры здесь. И по сонникам не двигаемся. И гугл нам не советник, когда нам нужны истолкования. И Иванга тоже. И зодиаки. И экстрасенсы. Прогнозы. Зодиакальные. Тоже нам не советники. Нам могут помочь Господни праздники. Нам могут помочь пророки, но нам хорошо помогает Библия. Нам открывает Божье Слово. Потому что там есть все. И нам помогает Святой Дух. Иногда Господь шифрует свои послания. Он кодирует их. И нам нужны братья и сестры, чтобы нам помочь. Иногда Господь нам открывает что-то, но у нас нету знания языка, потому что Он его дал брату и сестре. Потому что я завишу от их языка. Когда приезжает иностранец, я зову сестер или братьев, которые знают язык. Потому что для того, чтобы контактировать с Ним, мне нужен переводчик. И Господь так распределяет свои дары, что иногда Он автору, получившему откровение, не дает истолкования. Ему нужен переводчик. И Он нас поставил в зависимость друг от друга. Это хорошо. Возлюбите это. Просто примите и возлюбите это. Это нормальная ситуация, когда мы в зависимости друг от друга. И некоторые из нас нуждаются в усилении. И если вы хотите в пророческом расти, чтобы Господь говорил с вами ночью, усильте скорость прикосновения с Господом через прерывание сна молитвой. И некоторые из нас просто спят. Это можно было бы назвать падение в черную дыру. То есть туда и обратно. Просто как будто провалился куда-то. А чего же не полетел? В смысле не наверх, почему вниз? Как сквозь землю, говорит, провалился. Почему не сквозь небо? Лучше сквозь небо провалиться. И ты можешь прерывать свой сон молитвой. Но до того, что ставить будильник, чтобы просто встать, приклонить колени и совершить молитву, пока ты не коснешься с Господом. Не обязательно долго или коротко. Важно качество, чтобы ты коснулся и снова ложись. Ты не устанешь больше, но у тебя будет в десятки раз больше шанса поймать птицу откровения. Поэтому я хочу, говорю вам на опыте, а не из головы. И Исайя 26 глава до 9 стих говорит, «Душой моей я стремился к тебе ночью, и Духом моим буду искать тебя во внутренности моей с раннего утра. Душой моею я стремился к тебе ночью, и Духом моим я буду искать тебя». Ты встаешь, преклоняешь колено при звездном небе, луне, поднимаешь свои руки к небесам, говоришь, «Господь». Ночь ночью передает знания. Дай мне Твое знание. Я благодарю Тебя за эту тайну ночи. Какая красота! Ведь звезды можно увидеть только ночью. Человек, который ночью спит, он не видит звезд, а звезды сотворены для нас, чтобы быть знамением. Как же ты можешь получать эти знамения, если ты ночью спишь? И Павел говорит, «Я часто в бдениях». Зачем? Ради Господа. Луна для управления ночью, влияние на отливы-приливы, звезды, созвездия, только ночью. Днем они не представляют для нас ценности. И ты встаешь ночью, прерываешь свой сон, чтобы Бог говорил с тобой, и снова ложишься, и снова встаешь. Это очень хорошее упражнение для Божьих солдат. И откровение усилится. Усилится скорость приближения друг к другу. Бог хочет говорить с нами. Он хочет говорить с тобой, но многие из нас глухонемые. Нам нужен прорыв. Нам нужна ифафа. Нам нужен голос отверзия. И попробуй, подставь ему ухо, пусть он отверзит его. Позволь ему возложить на тебя руки. Мне нравится пример Патрика, один из моих любимых героев, ирландский. Когда его забрали в рабство, он там сходил на шабаш, его забрали ирландцы и отвезли в рабство. И там, находясь в рабстве, он имел упражнение вставать несколько раз среди ночи и так делал все время, каждую ночь. Такой ли был в рабстве, юношей. И он говорит, Господь, ты знаешь, что я не пропустил ни одной ночи, чтобы молиться тебе. И так, каждую ночь у него было духовное упражнение. Это тайны. Он был спецназовец. Он знал, что такое боевое искусство духа. Каждую ночь он вставал по нескольку раз, чтобы совершать молитвы перед Богом. И Бог однажды послал ему откровение. И он увидел тот корабль, который будет его спасением. И он пошел и пришел к берегу, и увидел этот корабль, который он видел в ночном видении. В ночном видении. И он сел на него и отплыл, и пришел, вернулся к себе домой, чтобы потом обратно вернуться в Ирландию. Это потрясающе. Иметь способность прерывать сон ради молитвы. Иисус Господь, ты показываешь, что ты владеешь плотью. Ты показываешь, что ты над плотью, а не под плотью. И что даже сон, он подвластен твоему духу. Это путь к усилению откровений. Я рассказывал уже, как даже такие пророки большие могут упасть перед тобой. Я рассказывал, как однажды один пророк, который перешел черту, он жил у меня дома. Я не знал, как с ним быть, потому что я стал чувствовать, что он начинает давлять над моим духом. И я вставал, я с ним ночевал в одной квартире, и я вставал ночью молиться, и он однажды увидел, как я молюсь. Я говорил, ты такой, оказывается. Я сказал, что такое? Он говорит, я видел тебя. Я говорю, расскажи. Он говорит, ты стоял у окна при луне, пока я спал, и ты молился? Я говорю, да, бывает. Я делаю так. И Господь даже мне показал, как Он кормит меня пауками. Я понял, что я Его победил. Я встал утром, я сказал, Роман, там сидит такое, брат, как дела? А я видел Его. Я Его вычислил, этого старого лжепророка. И мы с Ним распрощались. Господь дал мне победу над Ним. И Он был пророком, а я был мальчишкой. Но я победил Его через ночные бдения, через ночные молитвы. Аллилуйя! Слава нашему Господу! Поэтому пусть Бог благословит вас. Скажите, молитва среди ночи. Молитва среди ночи. Ну все, наше время истекло. Мы взяли три удара. Два с ноги, один локтем. У нас был локоть, колено и пятка. Слава Иисусу! Давайте встанем, помолимся. Слава Иисусу!